На севере страны сегодня прошел первый день ограничительных мер на въезде в Петропавловск и в прилегающий к нему Козлужарский район. Полицейский регион отмечает, что установленные блокпосты не жесткая мера. Пропускают на этих блокпостах всех, у кого есть веская причина, подтвержденная медицинской справкой или документами с места работы. За деятельностью одного из пропускных пунктов наблюдал наша коллега Наталья Волкова. Сегодня по периметру Петропавловска и Козлужарского района было установлено 5 карантинных блокпостов. Это южный, границу которого только за первую половину дня, по словам полицейских, пересекло около 700 автомобилей. Более 60 водителей пытались попасть в областной центр, не имея при этом соответствующих документов и справок. Но такой маневр на карантинном блокпосту не проходит. Чтобы проехать на территорию района или областного центра, водителю нужно предъявить документ от работодателя, либо справку о необходимости посещения больницы или отрицательный результат ПЦР-теста. Полицейские готовятся к наплыву автомобилей в утреннее и вечернее время. На каждом блокпосту у нас задействовано 6 сотрудников полиции. При возникновении заторговой ситуации выходит на каждую сторону по 3 сотрудника и осуществляет проверку. Проверка осуществляется при наличии справки, то есть работодателя, заверенной печатью и подписи руководителя. Также у нас имеется база ОИКОМЕК, созданная в Акимате города. Работодатели подают списки организации, которые работают, и сотрудники у них, и по базе проверяем, что есть, имеется разрешение или нет. А вот таких мобильных тепловизоров на блокпостах в регионе всего 10. Устройство упрощает процесс термометрии. Улавливать уровень температуры он может на расстоянии 5 метров и сканировать сразу 20 человек. ПЦР-тестирование сегодня проводят только в областном центре и районе имени Габита Мусрепова. Поэтому санэпидемиологи планируют организовать пункты забора анализов для сельских жителей и в районных больницах. В области задействованы у нас 4 лаборатории, которые осуществляют исследования методом ПЦР. На период пандемии в области проведено всего более 137 тысяч исследований. За истекшие сутки проведено всего 667 ПЦР-исследований. Сейчас на севере страны развернуто 12 карантинных и 3 блокпоста. Регион по-прежнему находится в желтой зоне, так как эпидситуация ухудшается. Только за минувшие выходные было подтверждено 74 факта заражения коронавирусной инфекцией. Наталья Волкова, Руслан Алиев, Тульген Иманов. Итоги дня. Североказахстанская область.